дорогие подписчики и зрители моего канала всем привет с вами семён очередная рыбалочка приехал сегодня на новый водоем это река называется гнилая балка и ловить сегодня буду на классический фидер плюс еще взял одно удилище под флэт кормушку будет как разведчик на крупную рыбу классный водоем но к сожалению сильно упал уровень воды как и на многих кубанских реках нехватка воды ну буду пробовать ловить сегодня какого-то карасика это естественно целевая рыба подлещика ну и конечно всегда хочется поймать какую-то более крупную рыбу время сейчас уже начало седьмого сейчас замешаю прикормку и начнем нашу рыбалку вперед вот друзья камыш и вот насколько упал уровень воды много ракушки по берегу прям очень много а когда-то здесь можно было ловить мостика старый такой мост прогнивший уже провалился взял большой садок и не прогадал уровень воды упал будет удобно складывать рыбу итак друзья сейчас замешаю прикормку взяла сегодня собой пучка вяз можно будет половить на пелец с резиночкой ароматика спреи пинэпл анис кукурузка опарыш белый красный червяк это ароматика на основе миласа синамон корица и две пачки прикормки это крупная фракция карповая серия пмбейтс клубника и мед взял сладкий летний вкус и ароматы пачечку раз пачечку меда просто невероятно как пахнет и добавлю еще сладкой ароматики на основе миласы пол баночки размешать плюс она немножко притемнит прикормку это крупная фракция на комочками не берется и очень легко замешивать плюс вот эти крупные частички они набухают становится еще крупнее очень нравится прикормка ее можно использовать как на флэт фидер так и на классический способ ловли очень хорошо это прикормка пьет воду можно не бояться переуложнить так все сейчас постоит первое увлажнение сделал попьет водичку и буду еще раза два и и увлажнять здесь есть и кукурузка и пшеничка зерновые разные плюс сама прикормка это крупная фракция и так поставил маркерный груз весом 40 грамм речка не широкая примерно метров 100 до того берега плюс упала вода метров 90 но там смысла нету ловить конечно под тем берегом там миляк так же как и здесь на крайнем левом удилище я уже точку лова выбрал никаких аномалий на дне нету это ровный ровное дно и неглубокий ил дистанция будет у меня 50 метров на крайнем левом и примерно такая же будет на крайнем правом удилище собрал удилище под флэк кормушку заброшу пока одно что хотел два ну одного будет достаточно одеваю поводок с крючком hop кормушка у меня от фирмы престон приобретаю магазине карп лидер это excel большая 45 грамм крючок корда микса 6 номера и приехали в магазин карп лидер крючки 6 номера это гамакацу также один из моих любимых крючков сразу скажу приехали приехала немного поэтому кому нужно успевайте приобрести иначе все разгребут разметут и не успеете так насадка пылик это соус специи 14 и поп-ап желтенького цвета ароматика ананас хоп подрезаем хоп пробиваем иглой и на волос раз и два стопорок подтягиваем поджимаем все готово для заброса рисуем красиво получилось точке лова на двух удилищах выбраны сейчас сделаю стартовый закорм по пять кормушек брошу такими большими это шестиклеточная кормушка фирма рик про вес 40 грамм классная прикормка такая получилась крупная фракция думаю для карасика если будет ловиться будет просто шикарно ориентир на том берегу я выбрал на него и бросаю шикарно хорошая сегодня погода обещают вроде ветерок ну утро пока тишина не сильно жарко уже вечерами тоже у нас прохладненько но днем 35 30 температура и таким же способом закармливаю вторую точку одеваем поводок использовать буду крючок гамакатсу лс 2110 н 12 номера и пришли еще в магазин карп лидер новые крючки лс 2210 б вот эти крючки мне тоже очень нравится 12 номера пришли разных размеров но тоже немного так что ссылочку оставлю в описании кому интересно приобретайте кому нужно потому что могут все разобрать так нужно два поводка и леску использую вот такую гамакатсу тоже 0 14 0 12 сейчас 0 12 поводок 50 сантиметров начну наверное на опарыша дальше уже посмотрим не наверно сюда опарыша оттуда кукурузку или червячка кормушку поставил менее корма емко это также рик про 40 грамм хоп ну что ветерок подымается как и передавали на сегодня до 9 метров на второе пучок червячка забросился сейчас буду перезабрасывать примерно каждые две минутки еще больше закормлю ну и надеюсь рыбка подойдет что-то сегодня половим и вам покажу друзья первая поклевка полчаса тишина была и вот первая рыбка какая-то мелкая походу до есть что-то ну понятно кто еще может клюнуть это вот такой подлещик на два опарыша на кукурузу была хорошая поклевочка ну как такая потяжечка была потекну рыбы не было вот но первый все таки подлещик два парика ладно ну по крайней мере хоть какая-то рыбка подошла хорошо пошла прям рыбе на голову не успел снять поклевку только хотел камеру включить такой загиб был просто шикарный ну тут не крупная рыба очередной подлещик ну красиво клюнул ну неплохой такой больше ладошки приятный все рыбка рыбка подошла до долго она подходила но подлещики неплохие первая поклевка на правое удилище что-то там неплохое засела прям влево потащила подлещик хоп пойдет пойдет за низ губы ой ой тихо тихо не порви мне поводок за низ губы хорошо сечет вот очень мне нравятся вот эти крючки проволочка тоненькая засекается шикарно ну такой очередной опал что я ого нифига себе давит неплохо так сближняка то ой 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 ух ты ох карасяка какой сближняка друзья ха ха вообще сейчас крайним правым удилищем ушел на ближняк ну буквально 25 метров ну буквально 25 метров смотрите какой карась клюнул хороший опа вообще зачетный начал ловить сближняка друзья вот там карасик клюнул на опарыша отлично первый есть хороший прям такой желтый класс продолжим надеюсь не один пришел оп так пускай стоит сейчас будем флэт проверять непонятно вроде есть что-то мелкое скорее всего карась на на соурс да даже не карась по моему а подлещик нормально вообще друзья зацените и четко засекся за центр смотрите вообще идеальная засечка съел смотрю что-то натягивает так потихонечку натягивает не потянет конечно его белый такой чистый подлещик хороший опять что-то хорошее о нифига себе вы за вы только посмотрите елки-палки вот это вот это монстр такой десяток поймай и все можно домой ехать солить сразу же уезжать вот это да вот это рыбка я таких никогда не ловил больших вообще бомба поклевка поклевка да рыба засела о неплохой о ой-ой-ой тише-тише неплохой подлещик засел тихо-тихо-тихо пойдет 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 это уже можно сказать бонусный смотрите какой вот это хорошенький и засечки мне нравится сегодня прям прям четенько секут гамакатсу классные вообще крючки бомбические просто вот такой подлещик класс о видите ветер какой смотрите тихо садок садок развернуло вообще в сторону ушел я его поправлять уже не буду лезть вода у меня сапог нету с собой кроссовки туда вообще не вариант пройти уже пускай так сдуло ветром садок хорошая была поклевочка но рыба небольшая но бойкая ой-ой-ой-ой-ой-ой карась ладно буду отсюда брать на кукурузку карасик зачетный прям зачетный смотрите какой класс вообще бомбовский чистенький серебряный красивый о что-то друзья как-то подвыключился водоемчик наверное минут на 30 что вообще тишина была и тут как всегда после затишья рыба клюет хорошая такая как карась такая как карась карась такой пойдет пойдет раз опачки о какой приятный карасик чистенькие все-таки немножко подловить бы надо их на жарюху такие зачетные караси как раз вот больше ладошки самые жировые неплохой чистенькие серебряный длинный хорошая хорошая рыба ух ты вот это поклевка вот это поклевка хорошая но тут точно тут точно карась завалился ой 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 какой хороший крупненький есть классный очень хороший на опарыша клюнул на кукурузу вообще поклевок практически нету и на червя нету вот в основном на опарыша ну немножко на кукурузку были подлещик такое хороший карась продолжим друзья еще таких парочку и все и можно ехать домой жарить давайте как немного с тут и вы что как все Продолжение следует... Ну что, что-то тут какие-то непонятные подергунчики здесь нету, тут тоже что-то, а здесь есть некрупный подлещик, ну да, вот такой. Пойдет. Пойдет. Что-то опять мелочь подтянулась. Это пойдет для кота, для кота это самая та рыба. Ест аж улыбается, как ему нравится, вот такая пойдет. Еще, наверное, часик половлю и буду уже собираться. В принципе, рыбки подловил, там и коту хватит, караси есть, еще бы хотя бы парочку карасей поймать, в принципе, достаточно. Провел время на водоеме, не жарко сегодня, хорошо, немножко пасмурно, ветерок, здорово. Так, ну что, я уже поставил кукурузку без опарыша, без всякой живой насадки. И вот такой подлещик клюнул, некрупненький, мелкий. Все равно он ест любитель кукурузы. Вот, друзья, поклевочка на флэт. Здесь поставил я поп-ап маленький, восьмерочку. Ну так, для эксперимента, потому что та крупная стояла, вообще на нее тишина. А на восьмерочку есть рыбка, и неплохая. Маленький крючок там у меня, корум. Покажу вам потом. И вот кто-то клюнул. Ух ты, бойкий. Там, где у меня подсак. Бойкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели карпик? Нет, карась. Вот это карась. Вот это карась. Елки. Смотрите какой. Ого. Офигеть. Завер губы. Вот что поп-апчик восьмерочка. Каких карасей тянет. А я ловлю на большие насадки. Вот на что надо ловить было. Поп-апчик восьмерка. Вот это хороший. Вообще зачетный карась. Классно. Наконец-то. Крупничок. Поставил маленький поп-ап и буквально 10 минут и рыба. Надо было сразу начинать с них. Как разведчик. Бульт. Продолжим. Вот такой, видите. Маленькая восьмерочка. Маленький крючок. Маленький крючок. И хороший карась. Вот, друзья, я уже начал потихоньку собираться. Два фидера смотал. И очередная поклевка на флет. Да, рыбка вроде бы есть. Посмотрим сейчас какая. О! Нифига себе. Вот этим подлещиком неплохим буду сегодняшнюю рыбалку завершать. Вот такой подлещик. Клюну буду уже собираться. Отлично половил. Сейчас покажу вам свой лов и поеду уже домой. Если что тут мелко. Неплохо так. Немного поздно вспомнил я, что у меня есть маленькие поп-апы восьмерка. Так бы, конечно, хотя бы в середине рыбалки надо было начинать их использовать. Ну, в общем, нужно за них не забывать. И если не клюют на крупную насадку, то тогда ставить маленький поп-ап и ловить вот таких классных карасей. Конечно, я думаю, может быть, их было бы и больше, если, конечно, я бы чуть раньше начал ловить на маленькие поп-апы. Ну, в целом, отличная сегодня получилась рыбалка. Полностью я доволен. Половил разную рыбу и плотву, и карасей, и крупных, и подлещиков. В общем, классно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, поддерживать канал. Подписывайтесь. Всем вам ни хвоста, ни чешуи. Хорошего отдыха, хороших рыбалок. Отличного настроения. Здоровья, удачи, успехов. И до новых встреч на рыбалке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok